Народ, привет! Ну что, мы в Моле, мы в Моле, Village Market называется в Найроби. Просто выехали купить немножко продуктов, а сейчас постараюсь вам показать немножко, мол, так стрёмно, мы Uber вызвали, заезжаем, а охранник проверяет, спрашивает, куда мы едем. Просто на территорию, мол, заехали на парковку, оказывается, охранник может даже засмотреть машину и ваши вещи. Вот есть Корефор, да? Показывали вам Корефор в Дубае, в Иляйне и в Кракове. Прикольно. Магазинчики всякие, сама оглядываюсь. Наташа с подружкой ходит, так что я пока сама вам все показываю, ничего страшного. Мы с вами тоже хорошо проведем время, ну, это Найроби, я как-то растерялась даже, что здесь показывать. Ох, красота какая, не знаю даже. О, прям какие-то, я не знаю, ну, необычно. Так, чемпионат у мира, который уже закончился. Ну, ничего, интересно. Интересный такой, мол, много всего, но глаза разбегаются. Это тоже очень важно, конечно же, наша защита. Все такое зеленое. Дайте я вам просто поснимал. Вот мы заехали, и охранник такой нам, стопэ, вы куда? Такая, думаю, блин, капец. Ой, красота какая. Ну, это совсем другое, совсем другое. Кстати, я обрадоваюсь, что здесь магазин мини-сука есть у нас. В Иляйне он закрылся, в том моле, где мы часто его посещали. Ну, такой прикольный виллэдж-маркет. Ну, вот, видовольная, кстати, погода. Видите, какая зима. И где-то 23 градуса. Это я на ступень не смотрю. Цветочки продаются, все такое интересное. Виды, это местные цветы, ромашка, с ними. Да, это же местные цветы. А, местные цветы. Сейчас покажу. Тут же антарский роз. Выращиваете, эти розы троянды везут в Нидерландию, подают. О, так вот, оказывается, розы не из Голландии, а из Кении. Красота, красиво. 300 шиллингов, 10 штук. Ага, 500 шиллингов, это сколько? Меньше, меньше, чем 2 доллара. Ой, красиво. Как, а мне вот это вот Нидерланды напоминает. И люди в окошках. Так, все, сейчас поправляемся дальше. Магазин Homebox чем-то похож, наверное, на Home Center. Есть такой магазин в Эмиратах. Скетчерсы и Макс тоже классный магазин, кстати. Вообще прикольно. Сейчас заглянем за уголок и зайдем в этот Homebox посмотреть, что там. Антоспорт. Ну, такое все уже новогоднее, классное. Ну, смотрите, здесь половина Home Center, да, как бы получается. Точнее, Homebox все для дома. И половина Макса. Вот Макс и магазин нравятся в Эмиратах еще. Посмотрите, какие футболки по тысячу шиллингов. Напишу в долларах сколько это. Ну, йодочка, ну, это же прелесть. Еще я увидела какие-то классные. А вот эти вообще, ну, класс, посмотрите. Такой рисуночек. Я вообще, как бы, ну, я, конечно, взрослый чел, но я люблю с такими рисуночками походить. Ой, кармашек вообще. Ну, прелесть. Причем еще вот такую футболку я влажу. 9-10 лет я влажу. Вот это вот тоже классное. Ну, по тысяче, ну, нормальная такая цена, я скажу. Наверное, примерно цены, как в Эмиратах, мне кажется. Так Макс тоже мы вам как-то хорошо показали. Есть у меня видео, оставлю в описании. Ну, вот футболочка. Видите, так удобно. 8-16 мальчики. Ну, 8-16, не знаю, все-таки. А, ну, тут, наверное, есть размер. А, тут 8-9 и дальше. Все понятненько. С Йодой классно. Тут, наверное, целый культ. Капитан Америка. Майами прикольные футболочки. Ой, Микки Маус интересный. Классно. Тут нравится, прикольненько. Вот в женский отдел зашла. Такая милота вообще. По 900. Класс. Ну, посмотрите на вот эти вот всякие. Боже, как мне в детстве хотелось иметь такую футболочку. Мини Маус. И как зовут девушку Дональ, да я забыла уже. Вот так вот. А, тут детек пробегала. Женщина вежливо пригнулась, чтобы мне не мешать съемке. Вот это за 800. А, это от 800. Ладно, действительно, здесь могут быть другие цены. Ага, 2 200. Симпатичная Симба. И Нава. Ну, вот, а этот 1900 стоит. Ну, платьишки всякие, штанишки. Ну, вот, 2 200 стоит стенд. Вот 2 900. Ну, вот это вот штанишки по 1000. Все еще пока только пару часов, как прилетели. Пару часов. Я в ценах еще ничего не понимаю. Ну, вот, Макс. Мужские футболки 2 700. А 2 или 700? 2 700, да, 2 700 шиллингов. 2 700. Такие футболочки, рубашечки. 2 200. Ну, он симпатичный. Какой цвет красивый. 3 300 стоит. Ага, 3 300. Может, стоило 3 300? Что же обманывать тогда? Не знаю. Странно. Ну, вот эту давайте. 3 300 написано. Ага. А здесь написано 2 200. Странно. Это 1700. Ну, вот, немножко Макс вам показала. Пойду девчонок искать. Так, смотрим здесь всякие постельные принадлежности. Вот. Ну, Наташа, расскажи, в чем проблема здесь? А, проблема в том, что в них наборы идет, это по... Как она? Ковбой. Под одеяльник и наволочки. А простыни нет. Надо покупать отдельно. Ну, и совершенно оно идет в разнобой по цветам. Вот. Цены вы видите. Ну, вроде так... Это 700, по-моему, распродажа, по-моему. Да, вроде бы... Это что это у нас? Пилово. Это две штучки, наверное. Две подушки, да? Наволочки, наволочки. Ну, потрогали. Вроде ничего. Может, когда посчитается станет меньше. А что вы выбрали? Пока ничего. Это я тримаю. Просто я тримаю. Ну, вот, постельные принадлежности распродажу. Наверное, потому что Новый год. Что здесь? 120 на 200. Наташа, что это такое? Можешь объяснить мне? Цетофит, матрас. Это, наверное, матрас. Это просто... Да. 2400 стоит. Ну, повторюсь, пока мы еще ничего не понимаем Шилина. Ну, чего, 2400? А, нет. 1200 долларов уже написала в Супитрах. Не волнуйся. Да, да, да. Пока девчонки кассу ищут, я покажу в футболке. О, Наташа уже здесь. Это Человичи. 1900. Ну, мне нравятся, конечно, вот такие вот Майами, всякие серфинги, что там, Венис Бич, помним сериал Калифорни Кейшн. Ну, посмотри, это футболка, 1100 стоит. Вот это? Да. Ну, вот симпатичные. 1500. 1500. 1500. Ну, на подарок, конечно, вот такое привозить нужно, чтобы можно было одеть в повседневной жизни. Там футболка Дубая, Кения. Ну, как-то так, да? Как это, ну... А интересно, кто делает? Кто делает? А посмотри, пожалуйста, по бирке. Люблю, когда Наташа со мной удобно, все смотрит. Он такой специалист нашего канала по всем бьюти-вещам. А, и Бангладеш. Бангладеш. Но Бангладеш часто делает. Вот такая вот формочка, кстати. Смотрите, шортики и маечка. Говорят, что 1500 пишут там, но опять-таки, вот 1500, скорее всего. О, мы опять потеряли нашу хозяйку. Ну, сейчас найдемся, ничего страшного. Ну, вот мне очень нравится. О, как мягко. Да, классно. Сколько цистку, что я? 1200. 1200. Прикольно. Ой, акуля, мне по-свет классный. Он такой мятный, светло-светло-мятный. Ну, тебе эмочку надо, это элка. Ну, и таки, что на пляж одевать. Так, давайте еще посмотрим. Ну, тут тоже такие. Вот эти вот мне нравятся. Вот такая маршрутка местная. Мататка, или как ее называют? Наверное, слово мотать. Нет, цеманетка была. Легенда ходит, и какая с монеткой была. А ну, иди расскажи. Вроде бы монетка в 25 достоинством, и она называлась что-то Матата, маршрут Атаке. И вот пришло вы, но... А, и маршрутки Мататки. Ну, покажем обязательно. Такие прикольные маршрутки, вообще интересные. А покажи, посмотри еще футболка и шорты. Меня просто заинтересовали, потому что я еще такие пальмовые яркие цвета люблю. 2200. 2200, это футболка только, да? А ну, как она? Ну, она плотная, да. Она хорошая, плотная. Она, конечно, бы ту выбрала. А шортики? Шортики. Шортики. 2900. 2900. Ну, прилично. То есть, это не распродажа, еще вот такие же синие есть. Ну, вообще, магазины Макс не в Эмиратах нравится, но здесь, как Наташа уже заметила, другой сенсимент. Еще потом на видео диснеевские посмотришь футболочки. Вообще класс. Ну, вот такой здесь Макс, знаете, очень даже нравится. Зашли в магазин кенийского творчества. Сейчас, подожди, подожди, я аккуратненько перевожу, а то обычно я болтаю камерой, и людям это не нравится. Ну, и мне тоже не нравится. Ты, вы, и зебра в движении, в стране в движении. Ты, вы, и вообще, боже, это красота. Ну, красиво. Так, 60% скидочки. Кстати, классно, когда вот, если привозишь вот картину. Наташа, смотри, вот это вот очень яркая. Картина из какой-то страны, ну, классно, классно, честно. Сейчас, подожди, я аккуратненько. А мне нравятся еще и левята и дерево. Смотрите, левята, точнее, наверное, мама-лев охотится, и малыш сидит. И дерево с зебрами. И жираф такой разноцветный нравится. Посмотри, какая страшная картина. Ну, такая правдивость. Ослон, боже. Да, вот мне вот этот ярко. Ну, мне жираф понравился тоже, посмотрела. Жираф, жираф? А яркий слон, давайте его рассмотрим. Такие просто кусочки. Я подошла, он сейчас мне все больше и больше понравился. Класс. Ну, такой бы сувенир, вот действительно, вот стоит привезти, повесить на стену. И так, ах, пить кофе по утрам и понимать, зачем ты идешь на работу. Очень много людей, кстати, и довольно-таки. Да, прикольно. Ну, обычно в таких галереях никого нету, но так очень много людей. И красиво, передаю, природа. Красиво. Ой, а тут какой страус классный. Маленький здесь. Ты знаешь, как представитель какой-то, да? Сейчас я все покажу. Да, вот страус. Уже. Мне яркий все-таки больше понравился. Классно. У меня он такой уверенный в себе. Уверенный в себе страус. О, это жирафка еще. А how much this? Он даже уже за страуса торгуется. Что до чего? Плес. Сейчас посмотрит мужчина. 15,150 силинг. Он получил 60% дисков. Сейчас Наташа тебе скажет. Возможно, этот страус переедет к Наташе. Кто знает. Пишите комменты, что вы думаете про это. 6,150 силинг. Сколько? 6 тысяч? 6 тысяч 150 долларов. А 6 тысяч сколько это сейчас? 55 долларов. 55 долларов. Ничего себе страус. Ну, страусиный. Я думаю, что можно целого страуса на ферме купить, в принципе, за эти деньги. Не, ну, красивый. Красивый, согласна. Да, да. Мне вот жираф больше понравился. Классный. И слойник, конечно, в таких орнаментах. Ну, вот такое показали вам народное творчество. Кении. Ну, тоже классно. Пойдем мы дальше теперь. А вот, смотрите, еще прикольный фудкорт. Мы зашли в фудкорт. И красиво кака. Смотрите. Это фудкорт. Люди едят. Прикольно. Вообще классно. Нравится. И, как я даже уже выразила, сказала, что напоминает Гонконг или Сингапур. Ну, просто первое впечатление, я всегда сравниваю новую страну с чем-то. Вот, реально. Можно сравнить с Гонконгом или Сингапуром. Мы там были, но, к сожалению, тогда и канал не вела. Ну, давай посмотрим, что по ценам. Что-то 720 стоит. 720. Значит, какие-то три куска и чипсы. А вот, наверное, это все, что на картинке 720 стоит. О, все, что на картинке. 720 чилинг. Рис с курочкой 460 чилинг. Ага, просто рис острый с курочкой 460. Перевожу в доллары. Ох, как тут все громко и прикольно. И вот за, ого, 12 там каких-то кусочков стоило, ой, не успела. А эти две шаурмы 580. Ну, в принципе, цена, наверное, нормальная. Тростниковый сок делают в поле. Там и пилик от нас угощали, я не помню, где, на Шри-Ланке или где-то. Вот так он делает, тростниковый сок. Я надеюсь, что попробуем как-нибудь обязательно. Вот он, кстати, какого он цвета. Ой, какой мол интересный. Ну, теперь я будто в Париж попала или снова в Нидерланды. Тот фонтанчик мне запомнился, похож на Нидерланды. Ух ты, вообще класс. Ну, а сейчас уже просто простые ступеньки. Пеньки, пеньки, пеньки. Ничего такого. О, ну, сейчас посмотрим вообще. О, там интересный выход сейчас должен быть. Дождик перестал. Помните, какой мы ливень прилетели пару часов назад? Такой интересный, мол, ходить и ходить. Ну, вот такой он. Высокий, мол, большой. Сискло и сискло и сискло. А, это то, что они делают, да? Давайте подъем посмотрим, что Кения делает. Ну, много товаров, но отсвечивает сильно. Сейчас гляну. Ой, слоник, лопа слоника. Он еще. Носорожка. Ну, и заскидет. Красиво. Красиво, классно. Вот такая красота. Смотрите, ангелочки дудят с дудки. О, рыбы-карпики. На фарт. На удачу. Давайте, пожелаю вам каждому удачи. Пусть она к вам придет и вас не отпускает. Ну, это просто крутой такой виллаж-маркет. Прям, действительно, деревенский маркет. Красиво. Душевненько очень. У меня сюрприз этого, мол, они заканчиваются. Просто круть. Знаю, такое реально зимнее настроение. Класс. Вообще просто. Приехали в Найроби, попали в сказку. А ну, что за сумочку у нас такая мы в магазине? Это сколько? 16 пиццу, ну, это... Ну, я переведу в доллар, цвет прикольный. А, такие же я хочу показать. Прикольные. Это, ну, бух, я не знаю, что это. Мне нравится еще в доллар, что это соус. Давай, дивись. Взагалі. Отвал мозг. Ну, але, але, воно таке... А, хоча не, но... Прикольная, да? А дивись, яка, это всередині. Ну, классно, мне нравится. Это так, да, нубук. Нубук. А шо за животное поставила? М? Шо за животное? Шо за подарок подарил. Красивые сумочки. А, Наташа, посмотри еще пару страус. А это страус. Это же видно, шо страус даже. Слушай, а почем такая сумочка? Боже, это красава. Все. А, вот тут нет. Страус, страус, страус. 9800 остричей. Да, 9800. И смотри, как гарно зроблено в середине. Ну, честно, плохо видно, но... Ну, вот. Вич-ка... 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 Вич-анималу. Наташа спрашивает, какое... Коровка. А я вам пока покажу вот все-то, что еще здесь есть. Вот такие цвета, яркие, платьишки. Ну, прикольно вообще, смотрите. Такой пол очень яркий. Сумочки, конечно, тоже классные. Магазинчик завернули просто. Магазинчик местный. Вот, 12500. Такая сумочка. Красивый цвет, необычный. Платьишко всякий. Вот, кстати, вот сумочка. Помните, я в Польше тоже у меня сумочки заинтересовали? Целую кучу видео сделала. 8500 это стоит. Красота. Вот, смотрите, нашла маме подарок. Мама любит такие кошелечки. Стоит 350, где-то как 3 доллара нам пока. А, 350. Не 350, а 3. Подожди. 350 она сказала стоит. А, 3 км. Не, не, классный сувенир будет. И мама любит носить там проездные деньги, вот документики такие. Вот такой подарок. Все, мама, если смотришь это видео, ставь лайк. Это тебе. Все-таки в магазине мы задержались. Наташа отчетчики нашла. Покажи, что они деревянные. Сколько они интересных стоят? Ну, вот я по 7 тысяч. 7, 7, а по 7 тысяч. А, ну давай. Слуха, я не знаю. Боже, ну мой фиолетовый. И квета. Мне так подобается, что тебе нравится? 3 800. 3 800. Не понимаем пока, смотрите в комментах. Сейчас, дай я понюхаю. А ну. Наташа нюхает кожаный кошелечек. Чувствую, что сейчас Наташа здесь какой-то подарочек здесь приобретет. И мы уже начнем тратить денежки. А вот такие штучки. Это на телефоне, Наташа, да? Ну, классно вот сделано. Телефончик и сзади карточка. Так, ой, какая красота. Так, а как она тут? Наташа, ой, какая красота сегодня. А что, не красота? 4 цвета красивых. А ну, почем? 4 600. 4 600. Ну, это же кожа все, да? Да, конечно. Это все кожа. То есть, все шикарный магазин. Вот 9800. Я не знаю, как по фурнитуре, но смотрится очень качественно. Такой вот красивый цвет, кстати, я не заметила. Сейчас мне понравился этот цвет. Ну, пену. Это вообще такое... Верблюдик. Не, ну, цветка ему. Верблюдик, видимо, пострадал. Не, верблюдик пока не... А это 12 с чем-то, по-моему, стояла. Вот там вот такая вот красная висела. Я уже показала. Платишки. Ну, почем? 20 000. 20 000 какое. Это что-то? А можешь показать хотя бы, что это? Потому что я не поняла. Вот тресмах? Ух ты. Мне как на кондору похоже. Ты, вы. Опа. Наталья, вам хорошо? Супер. Это вот все животные представлены, видимо, которые живут в Кении. А почем такой вязаный то ли тигрик, то ли собачка? 1100. Ой, обезьянка такая вязаная. Обезьяночка. Почему обезьяночка? 1100 тоже. Ну, это такая, знаешь, как шерстяна носочек, такая тепленькая. Класс. Очень приятные люди, очень удобчивый продавец. Все разрешают снимать, что очень даже приятно. Ну, 20 000, да? Ну, смотрите в комментах, сколько это, мы так понимаем, прилично. Ну, это же дизайнерская работа. А что такое все пиджачок и это, да? Пиджачок. 43 300. Ого, 43 300. Ничего, так пиджачок. А еще он, плотненький такой еще он. Это хлопок. Ага, понятно. Ну, это вообще хлопок. Слушай, а сделаем как? А, модненько он сделал, модненько. Нет. Я думаю, вот так застегнуть нужно, и вот так отворот идет. Наверное, завязать, а, вот, поняла, завязать можно. Поняла. Штанишки такие же. Черт, я все равно, как это все. Так, а это что такое? Это, наверное, палантины какие-то, да? Угу. Боже, шо, открыточка? А это ангелочки. Боже, как прелесть. Боже. Ты что, ты купила? Молодец. Красота. Спасибо. 2500. 2500 такой палантинчик, да? Ну, это как это, батик, да? Как это называется? Кикао, по-моему. Это фирма? Подожди. По-моему, такие пляжные палантины называются Кикао. О, не знаю. В чем народ все знает, пишите в комментах. Все, выключай, я хочу посмотреть все, я не могу. Вот так, видите, Наташа уже сказала, что уже будет просто смотреть. Ну, много уже показали вам сегодня вот такой вот интересный мол. А Village Market называется. Сейчас еще, надеюсь, зайдем в Харифор. Пойдем в Харифор, а там снимем вам видео. Ну, Кения очень радует. На Айрубе просто, ну, круто. Ну, прежде всего, люди и природа, и вообще. Все совпало бы в сказке.